Уже более пяти лет одна из секций дома номер 131 по улице Максима Горького не достроена. Если первую и вторую секции удалось ввести в эксплуатацию, то законченную обособленную половину трети сдать по документам пока не представляется возможным. Поэтому жители, которые только по решению суда получили квартиры в собственность, не могут полноценно пользоваться своим имуществом. У нас нет входа, как у всех жителей, нет двора, соответственно нет никакого подъезда ни на машине, то есть ни пожарные, ни скорые проехать не могут, потому что у нас там стройка. Как решить этот вопрос жители обсуждали на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, главой Самары Еленой Лапушкиной и представителями компании-застройщика. Глава Самары рассказала, что сейчас разрабатывается план работ, включающий в себя все необходимые технические экспертизы, что позволит разграничить части третьей секции друг от друга, благодаря чему вопросы ввода в эксплуатацию и завершение строительства можно будет решать по отдельности. По итогу мы получаем документ, который нам позволит ввести в секцию 3.1 как отдельный жилой дом, но для этого необходимо будет выполнить какие-то строительные работы. Эти строительные работы будут практически в технических условиях. Глава региона поручил в течение двух недель подготовить пошаговую дорожную карту действий и согласовать ее с жителями. Мэр города подписывает, вы подписываете дорожную карту, и мы в рамках нее начинаем двигаться. Только так, то есть проблема-то есть 16 лет, но решать ее нужно. Поэтому здесь вот мы первые шаги с вами определили, мы по ним идем, если будем видеть здесь там изменения, будем в соответствии с ними исходить. Ну, вот это базовая вещь, но я не точно делаю. Задача доставится ввести в эксплуатацию, чтобы вы жили в жилом доме. Также к губернатору обратились представители застройщика с просьбой продлить разрешение на строительство оставшейся секции. Вячеслав Федорищев ответил, что сейчас в приоритете те жители, которые уже проживают в доме, а завершением строительства будут разбираться после прокурорской оценки хода работ. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.